Алматинские студенты решили заработать в период каникул. Многие из них уже устроились на временную работу, и в основном они выбирают места, где можно получить опыт по своей будущей специальности. Одни идут на стройку, другие осваивают информационные технологии в деле, а еще устраиваются в торговые центры консультантами или официантами. Жить на свои деньги становится отличительной чертой прогрессивной алматинской молодежи. Смотрите наш сюжет. Абылай Алатаев окончил третий курс Казахской головной архитектурно-строительной академии. Чтобы стать дипломированным архитектором, студенту нужен еще год обучения. Однако уже этим летом Аблай получил возможность постажироваться в крупной инвестиционной компании, причем за хорошую плату. Я даже был готов на бесплатную работу, в принципе, честно. Но для меня это безмерный опыт, и я просто хотел увидеть, что это такое на деле. Ведь в университете говорят лишь теорию, а все ведь узнается на практике. И я решил, получается, попробовать все это. И когда я узнал, что здесь есть вакантные места, получить на стажировку, я был просто счастлив, честно. Абылай Алатаев не единственный студент, который решил провести лето с пользой. Сейчас в вузах мегаполиса обучается 150 тысяч человек. И большинство находит временную работу на каникулы. В основном студенты устраиваются в торговые центры консультантами или официантами. Но процентов 40 находят работу по специальности. Это в основном строительные сферы и информационные технологии. Причем вопрос трудоустройства молодежи стоит на особом контроле Акима города. По мониторингу были поставлены вопросы о том, что не нарушаются ли трудовые права работающих студентов. По мониторингу мы опросили 121 студентов и 65 работодателей. Нарушение прав студентов со стороны работодателей не было обнаружено, так как они официально там зарегистрированы и официально работают в летний период. Желающие получить финансовую независимость лето могут обратиться и непосредственно в управление по вопросам молодежной политики. Специалисты пополняют базу вакансий. Сейчас в этом списке 229 рабочих мест. Однако заработать во время каникул можно не только в организациях мегаполиса. В Алматы учащиеся могут устроиться в студенческие строительные отряды. Например, такой есть в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. Ребята в основном занимаются благоустройством и ремонтом зданий. В этом году в отряды заступили 100 человек. Из них 30 пополнили ряды жаслуелевцев. В этом году я решил провести время с пользой и остался в строю отряде. Меня устраивают все условия. Туда входит трехразовое питание, проживание в общежитии, новые знакомства. Заряжаешься оптимизмом. Помимо этого, зарплата. Однако пока это движение в Алматы только развивается. Возрождать его начали буквально несколько лет назад. Этим летом в строительных отрядах работает всего 1050 человек. Любовь Мироедова, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы.